Дожить до рассвета Ох, как бы за эту музыку на меня пробовать и честно не въехали Ну, надеюсь, что все будет хорошо Да, с вами очень интересно смотреть такие вот материалы периодически, время от времени, да? Меня зовут Джейсон Грей, всякомбозитор игры «Дожить до рассвета» То есть эти ролики о том, как игры создавали Смотрите, как круто, да, когда пусть и музыку записывают для игры Я принимал участие в разработке уже где-то год Изначально со мной связался Барни Пратт, звукорежиссер Надеюсь, он убил меня, потому что у меня есть опыт работы над ужастиками А не только из моей фамилии Грейвс, могилы Хотя вообще-то много у кого есть мое имя с сыроц со страшной музыкой Очень круто вообще Прям невероятно Что мне особенно понравилось в работе с Барни и другими ребятами Из Супермейсев, так это то, что они хотели найти уникальный звук Они хотели, чтобы музыка была особенной, запоминающейся Чтобы она была как еще один персонаж этой истории Когда я поступаю к работе над новым саундтреком Не важно, будь то для фильма, сериала или игры У меня всегда первым делом сочиняется главная тема Иногда разработчик или продюсер главная тема даже не интересует На этом этапе Я делаю это просто для себя Потому что для меня главная тема воплощает в себе характер игры Она создает настроение, атмосферу, характер музыки Она решает, какое место музыка возьмет в общем звуковом фоне И именно так мы и сделали до дождя до рассвета Это и был мой пробник для Супермейсев Геймс Я осуществил главную тему, записал все инструменты у себя в студии Я отправил эту запись им И им понравилось В итоге мы записали тему в точности, как в том варианте В исполнении живого оркестра здесь, в Ocean Way Это было около 9 месяцев назад Именно эта композиция звучала во всех демо-версиях игры Именно финальная версия этой темы будет звучать в меню в некоторых ключевых сценах Я сделал себе имя на ужестиках Если что-то такое в страшной музыке Может все дело в отсутствии правил В страшной музыке одно правило, никаких правил нет Ты можешь делать, что хочешь, и строго говоря Если в результате получаются вещи, которые вроде бы плохо сочетаются Мешают друг другу, то это только усилив психологический эффект Именно это и привлекло меня в дождь до рассвета Эти текстуры И возможность написать материал, который бы с ними переплетался И возможность написать... А, да Ничего подобного я еще не делал Обычно музыка для ужастиков это сплошное напряжение, постоянно И это, в общем, тоже весело Но в глиме душе мелодичный композитор Я люблю слушать мелодическую музыку И именно такую музыку люблю сочинять И как раз такую музыку мне довелось писать в дождь до рассвета Очень хорошо Повторим? Да, неплохо Ну что же, ну а мы возвращаемся Наши темные и страшные катакомбы Давайте попытаемся найти все-таки отсюда выход Что-то... Вот тут же можно что-то сделать Так, давай, родная Найдена улика Отметена на камнях На камнях выцарпнут даты исчезновения Ханны и Беты По метке числом дней Кто-то провел здесь очень много времени Подожди Там еще одна улика была Фотография Ханны хвастающей своей новой татуировкой Новая информация Это было снято в день, когда Ханна сделала себе татуировку Интересно и правда, что бы это могло значить А это что? Бет Второе, второе, четырнадцатая Крест с именем Бет Найдено в шахте Простой деревянный крест На котором выцарпано имя Бет Жесть Просто жесть Жутковато Блин, не знаю, из чего она сделала факел Но освещает он очень неплохо И какой он долгоиграющий При этом при всем еще и получается Просто великолепно Так, еще немножко физических упражнений Найдена улика Голова Бет Твою мать То, что осталось от головы Бет Вашингтон Голова лежит на ее куртке в шахте Тело нигде не видно О боже О боже Бет О господи Нет, нет Да, офигеть Так, ладно, давайте убираться в лифт Наконец-таки уже И нахер с этой шахты Давай Пора-пора Пора просто свалить отсюда нафиг Так, куда мне? Сюда? Нет, вот туда Все, отлично Долго же мы-то по кругу ходили Офигеть на Сэндере, да? Ну, если бы еще не это падение дурацкое Вниз с этой лестницей Так, ну, надеюсь, теперь заработает Отлично Ну, давай, давай Нееет Спокойно Господи, только не сюда Спокойно Главное, не дронить рукой случайно Кажется, получилось Кто это вообще? Что за хер? Спокойно, спокойно Без паники Ну, вот же масло Подожги его нахрен и беги Вот так Факел, конечно, жаль Ну, да ладно Хрен с ним О, Господи Давайте попробуем Первый раз у нас не получилось пятаться Может быть, получится в этот раз Так, главное не шевелиться Фак Твою мать, а Джош? Джош! Джош! Очень хорошо Вы правильно догадались После всего, что вам пришлось пережить Очень-очень хорошо Ну и как вам, а? Понравилось вам? Страх Унижение Беззащитность Паника Все те эмоции Которые испытали мои сестры Год назад Только им не удалось посмеяться Над этим Нет, 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 нет Их больше нет Если ты не заметил, Джош Никто из нас не смеется О, ну что вы, что вы, что вы, что вы К чему такие унылые физиономии? Иногда полезно заставить сердечко колотиться Как забились ваши маленькие сердечки Тук-тук-тук-тук-тук-тук Надеюсь, вы заценили мой Фантазмагорический спектакль Ну то есть Себе очень учтены Все возможности использованы Это такое Наслаждение Управлять вами Куколами С такими предсказуемыми реакциями И кровище Кровище Море крови Футафорские тела Это все недешево И никаких дублей Нет-нет, но каков был эффект? Видели бы вы свои рожи? Уж вы это все приняли за чистую монету Джош, зачем ты это делаешь? Даже не спрашивай Этого чокнутого недомерка Бесполезно У него крыша съехала Видать, на колеса забил Ну какие колеса? Месть! Вот лучшее лекарство Тебе хана Майк, он болен Бросьте Вы еще будете меня благодарить Когда станете Сенсацией в интернете Что-что? Ох, это будет просто мега-хит Он облетит всю планету Тут вам И безответная любовь И кровище Море кровищи Да всех жестких дисков Китая Не хватит Чтобы пересчитать Количество просмотров Ты что несешь вообще, кретин? Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла И ты за это заплатишь, мать! Вот это зря Вот этого не стоило, наверное, делать Ребят Ну вы чего? Вы что тут все С ума посходили? Заткнись! Зачем ты ее ударил? А? Какого черта было ее бить? Ты о чем вообще? Ты ударил Эшли! Ты придурок! Я так разозлился Женщин не бьют! Нельзя и все! Чувак, Крис Брат, ты... Я тебе не брат! Куда мы идем? Куда вы меня тащите? Так, погоди-ка, стоп, хорошо Если все это было просто подстава, да То у меня два вопроса ставятся Во-первых Какого хрена умерла? Одна из героинь, да? Как минимум одна То есть мы видели прекрасно, да Что у нее не было нижней челюсти Она упала в шахту лифта И потом полетела вниз И во-вторых А если бы я выбрал не его? Если бы выбрал не Джоша В этот момент А Эшли? Что бы тогда? Померла бы Эшли? Запрем тебя, братан Что? Посидишь там До утра Пока не приедет полиция Да вы что? Я ничего не сделал Ты... Ты издеваешься, что ли? Ты убийца гребаный Майк, поверь мне Я ничего не сделал Я твою Джессику Пальцем не тронул Ты не в себе охренел Ты вообще не понимаешь, что наделал Я целитель, ясно? Целитель, блин Я объединяю людей Ну-ну Не то, что вы, уроды Успокойся Я, говорит, целитель Ты видишь только то, что хочешь видеть Ты... Закрой рот Ты... Ты... Чувак Ну не моя вина, что вы шуток не понимаете О, что? Больно тебе? Что? Слегка... Слегка ударился? Ну, прости, прости, прости меня, пожалуйста Пожалуйста Хватит! Ну ты что? Ну все! Майкл Мне очень жаль Выразить не могу, как мне жаль Что Джессика пострадала Но я клянусь Клянусь тебе Я вообще ничего об этом не знаю Что-то здесь не так Чёрт, Майк Тут... Ты знаешь Всё-таки тут что-то не так Смеёшься? Просто, не знаю Мне как-то сложно поверить Что он реально убил Джессику Я видел Что он с ней сделал Своими глазами Вот 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 её кровь Может, давайте жить дружно? Больно! Думаешь, мы прикалываемся? Всё не так Так Всё должно Быть совсем По-другому Устроили травлю! Слушайте Ну почему вы Так со мной поступаете? Всё равно У вас Кишка тонка Вы ни на что не способны Слабаки! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Уж кто бы говорил-то, трус. Ага, я способен. Вы поверили в созданную мной реальность. Я показал вам те стороны, которые вы от себя скрывали. Ты манипулировал, ты лгал, жестоко издевался над нами и при этом сам отсиживался в кустах. Ты жалкий трус, Джош, вот и все. Значит, связываете меня, да? Не дергайся. Ладно, ладно, ладно. Сижу. Кто дергается, того неудобно связывать. Джош, слушай. Ну, немножко-то дай подергаться, а? Что сделать, чтобы ты заткнулся? Не так сильно! Эй! Не так сильно, а то не подергать. Что? Что за чушь? Что за чушь он теперь мерит? Смотреть противно. Раньше такое было. Нет, по крайней мере, я не слышал. Да он реально поехал, что на всю голову. Все тупые. Тупые, тупые, тупые. Крис и Эш. Крис ступица. Эш дура-дурый. Что? Что ты сказал? Что ты болван, болван? Да что с тобой? Эшли. Эшли, ничего, не бойся, я тебя спасу. Я даже не мечтал, что могу тебе понравиться. Хватит! Знакомый звук? Это твои не случившиеся поцелуи с Эшли, ссыкло? Хватит! Да, знаешь, пусть лучше Эшли спит с Майком. У этого есть зарубки на прикладе. Так? Уж он-то точно мужик! А ты просто ничтожество! Я ему башку снесу! Не слушай его! Ни к чему! Эй, Майк! Майк, 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 Майк! Майк! Что? Что случилось с Джесс, Майк? Ты знаешь, что? Нет. Нет, я не знаю. У меня есть проблема, Майк. Не помню, как убивал Джесс. Дебил. Ну, то есть, я бы наверняка запомнил, как убивал ее, понимаешь? Она такая сладкая. И, наверное, у нее такая тугая, крепкая попка. Заткни свой поганый рот! Да просто оставьте его, да и все. Какого-то хорошего полицейского сыграть не могут. Куда вам против спеца? Иди-ка ты в дом. Проследи, чтобы все было нормально. А я побуду с этим психом. Вот усилим. Эй, может, закажем пиццу? Майк, ты уверен? Они там, наверное, с ума сходят. Ты прав. Увидимся утром. Ранее в «Дожить до рассвета». Джош? Джош! Понравилось вам? Страх. Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет. Их больше нет. Джессика погибла. Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мать! Что случилось с Джесс, Майк? Не помню, как убивал Джесс. Дебил. О, боже. О, господи, Мэтт! Какого хрена он? Что это за чувак с огнеметом? Я вообще не понимаю этого. Глава восьмая. Откровение. Три часа до рассвета. Какого хрена? Я вообще не понимаю, что происходит в этой игре. Боже мой. О, черт, черт. Охренеть. Эмили, шахты. Четыре часа, одна минута. Ладно. Боже мой. Ладно, Эмма. Ну-ка, давай. Эта штука на торопиться, она не вечная. Это тебе не факел. Так. Опять мы оказались хрен пойми где. А что если на самом деле Джессика убивал не он? Что если есть еще один убийца? На обороте. Билли Бейтс, взрывной отряд. Северо-западная горнобывающая компания Альберта. Привет, Билли, хорошо повеселились. Если будешь в Калгари, позвони мне, целую, Лоретта. Подожди, Билли Бейтс. Маска шахтера. Помните, она принадлежала Билли Бейтсу? Точно, 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 сто процентов. Она принадлежала Билли Бейтсу, я помню это. Бекутские шахты. Вытащите шахт, недавно произошло обрушение несущей конструкции. Обратитесь к прорабу Хэттеннер. Смотрите карту 7А-3. Мы как раз туда идем. Замечательно. Что может быть лучше? Давай, родная, прыгай. Нам уже терять абсолютно нечего. Да и тебя я, честно говоря, уже похоронил. По большому-то счету. Как персонажа. Еще тогда, когда решил тебя не спасать, я спрыгнул с вышки. Но все же мне бы очень хотелось отсюда уйти. Из-за этих гребаных шахт. Очередной тотем. Давайте посмотрим. Белый. Тотем удачи. И в чем же здесь заключается удача, интересно. Майк с пистолетом. Не знаю. То ли он в кого-то выстрелил, то ли не стал стрелять. Ну, в кого? Мы, в принципе, собственно, догадываемся в кого. В Джоша, естественно. И что-то тварь лезла там на того огнеметчика. Когда мы упали ниже. Какого хрена? Какой-то как горлом, видели? Вообще, я просто уже... Я... Мой мозг, он закипел уже на сумме от этой игры. Я уже ничего не понимаю. Я просто следую по сюжету. И надеюсь, что хотя бы кто-то сможет дожить до рассвета. Так, так, надо идти туда. Черт! Вот-вот. Мертвые шахтеры? Что это? Твою мать. Твою мать. Какого хера? Что это за существо? Охренеть. 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 Все нормальные герои сюда идут налево. Надеюсь, что я поступил правильно. Мать твою, давай быстрее, дергай ты говно. Пожалуйста, работай. Отлично. Вдох. О боже. О боже. Я просто искренне надеюсь, что эти твари боятся света Яркого. Ладно, ладно. Примки в себя, а я... Черт. Быстрее, 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 быстрее. Круг. Я успел. В последнюю секунду успел. Треугольник. Твою мать, не успел на треугольник нажать. Фак, фак, фак. Давай, скорее. Ну, давай. Ну, распрыгнуть. Бегом, 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 бегом. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Давай. Фух, спокойно. Вдох. Вдох. Твою мать. Твою мать. Опять фэйл. Да что ж такое-то. Там реально доли секунды дается, чтобы нажать. Просто не успеваешь. Так, ладно, спокойно. Просто царапина. Просто беги, дура, не стой. Беги. Охренеть. Так вот, получается, что убила Ханну и Бет. Такое же существовало. Потому что, помните, в самом начале игры, в самой первой серии, в прологе, она убегала, и такой же был Витя Сглазный. Я, инфракрасный. Спектр. Черт, что еще? Откройки, откройки! Открывай скорей! Запри дверь, боже, запри дверь! Эм, ты цела? Я думала, не добегу. Ты орала, как Ризона. Эм, ты цела? Но тебе лица нет. Там было что-то. Где Мэтт? Давай, садись, садись. Там что-то? Не разделились? Там монстр! Крис, до Машингтонов, 4 часа 23 минуты. Какой еще монстр? Я говорю, там что-то есть. В смысле? Слушай, успокойся, это Джош, это все Джош. Нет, 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 послушайте. Вы связали его, бояться нечего. Нет, он гнался за мной, это не человек. Постой. Эм, расскажи, что там случилось. Я пытаюсь рассказать. Мы с Мэттом полезли на вышку. А она рухнула. Просто взяла и упала прямо в шахту. Стой, стой. В какую еще шахту? Здесь повсюду шахты под землей. И когда вышка упала, мы провалились туда, прямо в ней. Я не понимаю, вышка упала? Как упала? Я шла под землей в шахте. Там было темно, и лежали всякие вещи, и на них голова Бет. Стоп, что? Я нашла голову Бет. Господи. Ни хрена тебе. Ты это серьезно? Да, я серьезно. Они могли упасть в шахту. Нифига себе. Но самое ужасное в том, что Ханна, она, похоже, погибла не сразу. Что? В каком смысле? Мне кажется, она тогда не разбилась. И потом медленно умирала в шахте, без еды и воды, пока ее все искали. О, боже. Кошмар. Слушайте, там на вышке был передатчик, и я смогла выйти на связь, но потом вышка тут же рухнула. Эм, ты вернулась? О, господи, Майк. А где Мэтт? Мы пока не знаем. И еще какой-то монстр, который гнался за ней. Она не в себе просто. Эмили, Эм? Опа. Опа. Это еще кто? Джош? Джесс? Это не Джесс. Извини, но кто там? Не знаю, надо проверить. Я с тобой. Хорошо. Ладно. Открываю дверь. Готов? Готов? Да открывай, наконец, пока наш гость не ушел. Или дай пистолеты, открой сам. Нет, нет, нет. Так будет лучше. Ты открывай, а я прикрою. Ну, не с места. Не с места. А ну-ка, стой. Стоять. А-а-а, какого? Старик, полегче. Так, давайте успокоимся. Идите-ка все вон туда. Идите и послушайте, что я вам скажу. Я пришел рассказать. Я пришел рассказать, что ждет вас на этой горе. Не надо было вам возвращаться. Особенно после того, что было в прошлом году. Вы про Ханну и Бет? Да, откуда? Разве ты их видел? Вы их убили. Полегче на поворотах. Мне, знаете ли, совсем не нравится, что вы явились тут на мою гору. Твою гору? Вот Вашингтоны удивятся, когда услышат. Ну, гора это не моя, ты прав. Но и Вашингтоны здесь не хозяева. Эта гора принадлежит Виндига. Виндига? Что он несет? Какой нахрен Виндига? Послушаем его. Как будто есть выбор. Я повторять не собираюсь. Мне не важно, верите вы мне или нет. Но я должен снять с себя этот груз. Вот. Я же говорил, он преступник. Сто пудов. Тихо, Майк. Страшное проклятие лежит на этих горах. И как только в этом лесу появляются людоеды, дух Виндига выходит на свободу. О, чёрт. Твою мать. А ведь точно. Вам нужно где-то спрятаться. Может быть, в подвале? Хорошо. Тогда все спускайтесь туда. И ждите. Чего? Зачем? Долго? До рассвета. Ребята, я бросил Джоша, когда услышал Эмили. Где ты его оставил? В сарай. Твоего друга уже не спасти. Нет. Не может быть. Мы только что были с ним. На этой горе всё происходит. Быстро. Нет. Я пойду за ним. Не ходи туда, Крис. Я его лучший друг. И я его подвёл. Нет. Это он тебя подвёл. И всех нас тоже. Плевать. Я иду за ним. Ну, тогда я с тобой. Мне не нужна помощь. Иди одному в самоубийство. Ладно. Остальные идите в подвал. Прячьтесь скорее. И не вздумайте выйти, пока мы не вернёмся. Сдаётся мне, ты не понимаешь, на что мы идём. Ну, лично я иду за Джошем. Нет. Я иду за Джошем. А ты мне помогаешь. Надеюсь, это понятно. А, да, понятно. Иди за мной. И делай так, как я скажу. Вот этой стороной направляешь на цель. Спасибо, я умею стрелять. Нет, не умеешь. Что? Откуда знаешь? Поверь мне, знаю. Крис. Береги себя. Ну, наконец-то. Поживи, сынок. Я... Я скоро вернусь. Наверное. Ну что ж, друзья, я предлагаю на этом месте, собственно, и закончить. Надеюсь, что вам понравилось. Сколько раз нужно выстрелить из ружья, чтобы их убить? Чем дальше, тем интереснее, так ли? Оставляйте свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте про большие пальцы вверх. И, конечно же, подписывайтесь на канал, кто до сих пор этого не сделал. А для вас играла, комментировавал Дай. Это была игра «Дожить до рассвета» на Эпик Тайп. До новых встреч. Пока-пока.